К сожалению, от необдуманных поступков на дороге человека зачастую останавливает не совесть и личный кодекс чести, а сотрудники госавтоинспекции. Так же случилось и с брещанином 1983 года рождения, который неоднократно задерживался за рулем в состоянии алкогольного опьянения. То, что молодой человек был лишен водительского удостоверения, не стало для него препятствием, чтобы в один из дней сесть за руль своего авто. Преступление против правосудия, предусмотренное статьей 417, предусматривает ответственность за уклонение от отбывания наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью. Конкретно гражданин, который привлечен в качестве обвиняемого, ранее был лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, однако, несмотря на запрет суда, совершил поездку. На автомобиле. Открытый судебный процесс проводился на базе управления ГАИ. На заседании присутствовали курсанты автошкол, те, кто не сегодня, а так завтра будут колесить по дорогам Брещины. Цель таких открытых процессов состоит в том, чтобы показать начинающим водителям, каким последствиям могут привести нарушение правил движения на дороге и несоблюдение запретов суда. На такие мероприятия мы стараемся по возможности приглашать курсантов. То есть это будущие водители, которые буквально через неделю, через две сядут за управление своего автомобиля. Они должны знать, что управление в состоянии алкогольного опьянения не только недопустимо со стороны закона, но и недопустимо с человеческого фактора. И что бывает за такие проступки. Они наглядно получат опыт, что происходит с человеком, который нарушает закон. Во время суда мужчина признал себя виновным. Но что заставило в тот вечер 8 февраля сесть за руль, имея за плечами тюрьму, лишение прав и штраф в измерии 350 базовых величин, сегодня сказать сложно. На этот вопрос не может ответить и сам гражданин, а может быть и не хочет. В свое оправдание он говорит, что жене стало плохо и он вез ее домой. Между тем, после задержания на машине домой уехала супруга, имея разрешение на вождение авто. Суд, изучив подробно материалы дела, вынес свой вердикт. Окончательно, Янчику Вячеславу Николаевичу назначить наказание в виде ареста сроком на 1 месяц и лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, сроком на 2 года 11 месяцев и 12 дней. В силу части 2 статьи 74 Уголовного кодекса Республики Беларусь наказание в виде ареста и лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, исполнять самостоятельно. Срок отбывания наказания в виде ареста исчислять с момента задержания. Меру пресечения доступления приговора в законную силу обвиняемому Янчуку оставить прежней подписку о невыезде надлежащим поведении. Полагаю, что приговор, вынесенный в отношении обвиняемого, является законным, обоснованным. Что касается комментариев, то здесь необходимо исходить из следующего, что обвиняемым ранее неоднократно нарушались требования правил управления транспортным средством, в том числе садился пьяным за руль, за что неоднократно привлекался к уголовной ответственности, будучи лишенным прав, вновь, по приговору суда, вновь совершал преступление, садился за руль, в состоянии в том числе алкогольного опьянения. Назначено ему предыдущее наказание в виде штрафа, в виде исправительных работ. Не достигли своей цели.